Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Капитан Крым. Мы сегодня давайте прокатимся через Заозерку. Я думаю, многие знают это окрестности Евпатории. Практически Заозерные относятся к Евпатории. Сначала я вам покажу. Вот смотрите на карте, где мы стартуем. Стартуем по дороге. Дорога, я ее называю Смычка. Это дорога от трассы, ну, трассы грубо, конечно, сказано. Уютная, молочная. Поворот, который в том году сделали. Вот тут практически идеальный асфальт, пока он еще стоит, не разрушился. Вот на карте это выглядит вот таким образом. И мы едем в Заозерное, пройдем через все Заозерное. Посмотрим, как там сегодня все выглядит, как живут люди. Ну, а пока мы движемся по вот этой дороге. Раньше здесь была яма на яме, просто невозможно было ездить. Но сегодня достаточно комфортно, нормально, можно проехаться. Погода в Крыму более-менее наладилась. Морозы ушли. И сейчас 5-6 градусов, плюс-минус, очень часто идут дожди. Кстати, в Крыму достаточно много воды в водохранилищах. И специалисты говорят, что этой воды уже хватит точно на весь год на следующий. Так что можете не беспокоиться. В Крыму в этом году проблем с водой, скорее всего, не будет. Я думаю, что их точно не будет. Вот здесь у нас поворот на честные. Дальше, далеко справа у нас молочная, далеко слева у нас уютная. А прямо мы подъезжаем к песчанке, так называемой песчанкой. Здесь очень много дач у людей. Здесь чуть правее, за песчанкой, ближе к пляжу Бора-Бора, есть красивые дома, красивые районы. То, что я вам показывал в видео про недвижимость в Крыму, в западном Крыму. А мы с вами въезжаем потихонечку, въезжаем непосредственно в само Заозерное. Итак, вот справа начинаются дачи. Здесь очень много дач. Прям такими кварталами, большими квадратами они стоят. Кто здесь живет, может быть, узнаете эти места, кто здесь бывал или отдыхал. Здесь тоже сдаются домики, сдаются недвижимость отдыхающим. До моря пешком минут 10-15 максимум. То есть здесь все рядом. Слева стоят недострои вот такие многоэтажные. Кстати, кто знает их историю, напишите в комментариях. Очень интересно, что это за дома, когда их начали строить при Украине или еще гораздо раньше. Итак, у нас с вами основная дорога идет налево. Но мы давайте прокатимся прямо, посмотрим. Здесь сделали вот такую дорогу. Она ограничена с двух сторон бордюрами. Ну, как бы улица неплохая, красивая. Дорогу сделали, но видите, тут тоже везде грязь, везде... Не знаю почему. Ну, видимо, потому что все второстепенные дороги, большинство из них, особенно в селах, вот такие вот, скажем так, больше грунтовые. И все дороги просто, ну, невозможно. Ну, некрасиво просто ездить по таким дорогам, некрасиво это все наблюдать. Дороги все грязные. Все в земле, все в глине. В Крыму вообще особенно опасно. Вот, даже летом бывает очень скользко из-за глины. Так называемое, как-то называется, черное... Черный лед, по-моему, что-то такое. Вот мы с вами обсуждали это дело в стриме. Итак, немножко проедем. Не буду я ехать по этим лужам и ямам, потому что камера будет сильно трястись. Давайте вернемся и проедем через все заозерное. Я думаю, вам будет интересно. Поэтому досмотрите видео до конца. Мы доедем до самой эволюции. Это бывший детский лагерь Юный Ленинец. Возвращаемся. Видите, какое красивое голубое небо. Туда мы ехали пасмурно. Над морем висят тучи. А на севере вот такое голубое небо. Иногда выглядывает солнышко. Но, думаю, в этом видео на нас немножко с вами порадует. Итак, поворачиваем направо. Здесь взят указатели объезд. Потому что здесь постоянный перманентный ремонт. Кто-то, видите, разгружает пиломатериалы. Мы аккуратненько их объезжаем. И, кстати, кто не знает, вот в этом месте есть заправка Грифон. Я в последнее время стараюсь с ней заправляться. Заправка неплохая. Вроде как, ну, по крайней мере, она наиболее близкая к Молочному, к Витину. Это самая близкая, по-моему, заправка. Потому что следующая аж заправка ТЭС в Евпатории. Возле Евпатории. Там, где этот новый большой жилой комплекс строится. ЖК Евпатория. И где футболисты гоняют. А эта заправка в этих краях самая близкая. Потому что дальше заправки в сторону Мирного, по-моему, там уже никакой нет. Раньше в Мирном была заправка, сейчас ее нет. Итак, едем. Мы с вами по Заозерному. Просто называется Заозерка. Кто как бы не в курсе. Очень часто путают Заозерное и Новоозерное. Новоозерное находится на Донузлаве. Это если проехать ветряки, туда на север, вдоль всего озера. С восточной стороны, на восточном берегу, стоит Новоозерное. Это такой военный городок. Туда мы тоже с вами съездим обязательно. А сегодня мы с вами едем по Заозерному. Это, ну, можно сказать, практически, грубо говоря, сателлит Евпатории. Здесь вдоль всей береговой линии стоят санатории. Детские пионерские лагеря. Некоторые из них сейчас функционируют. Некоторые, на мой взгляд, уже давно приказали долго жить. Но, я думаю, что рано или поздно выкупят. И это все побережье. Представьте, если привести все в порядок, оно же может быть вообще не хуже, чем всякие Турции, вот где отели на берегу стоят. Потому что море прекрасное. Там прекрасный песчаный берег. Почему бы не сделать эту красоту? Не все, не реконструировать, не возобновить. И люди бы приезжали круглый год. Потому что сейчас, вот есть программа, пенсионеров привозят по специальным каким-то льготным путевкам. Видели бы вы их лица. Люди, даже приезжая зимой, они просто счастливы, рады. Постоять у моря, подышать. Здесь там плюс 5, плюс 7. А у кого-то в далеких регионах северных, там минус 20, минус 40. Конечно, для них даже зима в Крыму, это такое наслаждение необыкновенное. Видите, у нас с вами вышло солнышко. Мы едем по Заозерке. Сейчас мы практически приедем к той линии, где стоят эти санатории. Санаторий Чайка, по-моему, самый ближайший будет. А вот здесь Скворцы. Видите, к нам уже прилетели Скворцы. Скворцы, по-моему, в Евпаторию прилетают из Мурманска. Если я не ошибаюсь, поправьте меня, потому что у них там свои вот эти вот пути-параллели. Они летят вдоль магнитных, по-моему, полюсов. Как-то вот, чтобы не ошибиться, не буду я сейчас утверждать. Есть такая штука, что вроде как в Евпаторию прилетают Скворцы из Мурманска. И вот у всех Скворцов есть свои пути, свои маршруты. А мы с вами вырулили на Аллею Дружбы. Сзади у нас осталось то место, где она до сих пор перегорожена. Там нет дороги. И вот эта вот измученная уже всеми и долгожданная всеми, с другой стороны, Аллея Дружбы, вот так вот сегодня выглядит. Яма на яме, лужи. А дальше вот в сторону маяка там вообще дороги нет. Там все закрыли, перекрыли, и там не проедешь. Там раньше был замечательный садовый центр. Я часто туда ездил, но в последнее время там, особенно после дождя, там практически надо к гондолу, чтобы добраться. А сейчас я видел там строительную технику. Ездят какие-то бульдозеры. Может быть, что-то там и делают. Ну, посмотрим. Мы с вами посмотрим обязательно чуть позже. Вот видите, тут тоже копают. Копают. В Крыму вот удивительно. С этого года я заметил, раньше такого было очень мало. Очень активно, очень активно в Крыму начали готовиться к лету уже с января месяца. Раньше в мае, в июне кое-как раскачивались, там начинали красить. А сейчас, помните, у нас с вами был ролик как-то, по-моему, из Анапы или из Геленджика. Там февраль, январь уже все красят, делают, готовят. Вот в Крыму этот процесс наконец-то пошел в таком же режиме, что начали готовить все к лету очень рано. Зимой. Я думаю, что этим летом мы увидим значительные изменения в той же самой Евпатории. Потому что сейчас, знали бы вы, сколько улиц буквально, ну вот едешь по городу и везде перекрыты улицы. Здесь улицы узкие у нас. Перекрыты улицы, делают асфальт, делают бордюры. Я думаю, к лету Евпаторию очень сильно изменится. Иногда бывает смотришь и не узнаешь, город преображается. Ну это хорошо. Главное, чтобы делали качественно, делали на совесть. И тогда эта радость будет не такая мимолетная, да, что сделали, прошлись, погуляли, а потом в следующую зиму все развалилось. Чтобы это постояло, сколько там лет это положено стоять. Дороги, по-моему, 12-летний срок имеют гарантийные, ну трассы, типа как-то аврида М4. Ну а внутригородские улицы, честно говоря, я не знаю точной информации, сколько гарантий есть на тротуары. Если есть дорожники среди моих подписчиков, напишите в комментариях, сколько обычно дают гарантию на улицы внутригородские, на тротуары. Будет интересно, мы с вами посмотрим, сколько они проживут. Но заметил я такое, что часть улиц, я обязательно вам это покажу в своих видео, часть тротуаров делают красиво, прям вот с нормальными бордюрами. А часть делают тяп-ляп, как-то непонятно, то есть там волнистые тротуары, обкусанные бордюры. Ну, то есть это вызывает вопросы очень большие. И, соответственно, как бы сравниваешь, где делают нормально, где делают не очень нормально. Но главное, что процесс пошел, на мой взгляд, это очень-очень здорово. Вот мы едем вдоль пионерских лагерей. Сейчас часть из них уже немножко обновили, выкупили. Вот здесь есть тоже такое, не помню название, сейчас они все новые. Их переименовываю там часть. Но в целом, летом дети приезжают. Правда, не как раньше, смены были там по 25 дней. Сейчас часто это неделя, неделя, 10 дней, как-то очень-очень коротко постоянно меняются дети в лагерях. Но главное, что все не стоит, все каким-то образом понемножку семенильными шагами развивается. Посмотрите, какое небо впереди. Замечательно. Вот мы въехали на Аллею Дружбы, в самый ее практически вот, ну вот где поворот такой, знаете, зигзаг. Вот отель Коралл или отель, это гостиница, не знаю, не было там ни разу такого цвета. Наверное, покрасили, а потом решили, как назвать. Назовем Коралл розового цвета. Здесь вот яма на яме, и, конечно, дорога оставляет желать лучшего. Ночью, если приедете, лучше не разгоняйте, потому что здесь такие достаточно серьезные ямки, можно подвеску повредить. Сейчас мы с вами огибаем знаменитое место. Здесь вот как раз Аква Евпатория должна была строиться, засыпали озеро. Это было громкое, нашумевшее дело вот в это озеро, оно еще есть, видите, дождями залило. А слева у нас Олимпия. В Олимпии, наверное, есть такие среди моих подписчиков, кто отдыхал. Здесь такие домики-коттеджики. Я, по-моему, что-то даже в Олимпии снимал. Справа у нас остается пляж Супер Аква. И, видите, вот по правую руку у нас юный ленинец. Это эволюция, центр. Центр эволюции сегодня так называется. Ну, уже давно, с украинских времен, называется эволюция. А мы с вами движемся по Аллее Дружбы в сторону Евпатории. Друзья, если вам такой формат видео интересен, проезды по улицам, я буду обязательно для вас снимать, потому что я очень много езжу. Почему бы параллельно не снять для вас какой-то материал, рассказать что-то интересное. Тем более, очень многие подписчики мои автомобилисты. Я думаю, им такой взгляд привычен. И некоторые такие экскурсии, прокаташки по городу, по нашим каким-то селам. Вот у меня тут рядом есть множество интересных мест, которые я могу вам показать. Ну, естественно, мы скоро с вами выберемся в дальние поездки. Там тоже будет много чего интересного. Друзья, я хочу вам сказать огромное спасибо, что смотрите мой канал. Мы с вами сегодня прокатились по Заозерному. Если у вас есть какая-то история из жизни интересная, связанная с Заозерным, или вы, может быть, тут живете, или вы были когда-то давно при Советском Союзе, какие-то интересные воспоминания, обязательно напишите их в комментарии. Я думаю, будет очень интересно всем прочитать, потому что Заозерка считается таким как бы местом возле Евпатории очень популярным. Очень много людей приезжает отдыхать. Из Евпатории часто ходят автобусы, правда, они, конечно, маленькие. Летом люди как селедка в бочке набиты в них. Но, тем не менее, место популярное, место очень хорошее, с замечательными пляжами, с песчаными. Ну и, соответственно, мы с вами не раз смотрели пляж Супер Аква. Замечательный пляж. Будем следить за развитием Заозерки тоже. Друзья, если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч в новых видео на канале Капитан Крым. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!